Честно, я даже понятия не имею, что это за бренд и как, в принципе, он оказался у меня на столе. Но я прекрасно знаю, что он называется вулкан, и сегодня мы посмотрим, что это такое. Так, поехали. Друзья, я реально просто в душе не ебу, что это за кальян, откуда он вообще появился. И, судя по всему, логически подумать, это новый бренд российский, российского кальяна. Давайте, собственно, посмотрим, что это такое. У меня здесь есть памятка. Мне написали все про этот табак, про этот кальян. И давайте, собственно, будем разбираться с этим. Что у нас здесь есть такого? У нас есть кордонная коробка с принтом вулкана. Вулкан, то есть кальян называется вулкан. Вулкан хука, да? То есть, ну, логически, да, ебать, да, будем думать логически, да? Что нас ждет внутри? Да, на самом деле, ребят, я давно знаю, что нас ждет внутри. Я это давно уже все прокурил. Я уже сделал свой как-то максимально попытался объективный, объективное мнение об этом продукте. И, собственно, просто создаю ебучую картинку, типа, ебать, я вообще здесь нихуя ни при чем. И давайте посмотрим, что же это, сука, блядь, к нам приехало. Поэтому давайте смотреть, что у нас здесь есть внутри. Ну, чтобы вы посмотрели. Я-то это все видел уже, я это и собирал, и разбирал. Так, погнали. Очень интересная упаковка. То есть, из кордона здесь реально сделали ебучий конструктор. У нас здесь есть чашка Винтаж Боу. Она упакована, потому что производитель этого кальяна сотрудничает очень хорошо с Винтажем. То есть, Максимом Черемисовым из города Курск, да? Так, вот эту раскорягу мы убираем. Такое ощущение, как будто я сейчас буду принимать просто роды кесарево сечением. Понимаете, как будто я в женщине желудок разрезал. Так, а что мы видим в первую очередь? Это ебучий авиатор, и он реально очень плохого качества. Он, ну, он максимально неприятный. То есть, к нему прикасаешься, и тебя прям вот так вот передергивает. Да, он скрипит, и авиатор здесь реально вот говно. На нем какие-то следы, какие-то капли краски, какие-то потертости, и он очень хуево сделан. Так, авиатор откладываем. Дальше идем. У нас есть верхняя часть шахты, довольно-таки тяжелая. Воу, какая здесь резьба мягкая. Прям как будто гидроусилитель какой-то, да? Есть верхняя часть шахты. Диаметр у нас... Диаметр... 12 миллиметров. То есть, классический диаметр шахты в 12 миллиметров. Долго-долго соображал. Идем дальше. Есть основание, и оно очень тяжелое. Оно выглядит вот так. Здесь есть логотип вулкана. Есть вот такой вот... Кстати, сейчас будет очень интересно. Сейчас будет пиздец, как интересно. Это, в частности, будет очень интересно тому человеку, кто эти кальяны укомплектовывает. Да, давайте посмотрим так. Есть коннектор. Коннектор а-ля... А-ля папа. То есть, а-ля папа одевается шланг мама на него, да? Одевается мама. Окей. Запомнили? Сохранили. А мы о нем чуть продолжим. Попозже продолжим. Есть клапан. Что у нас внутри клапана? Внутри клапана почему-то две жемчужинки, и я не знаю почему. Там их две... Скорее всего, одна запасная. Вот так вот. Так, мы одну запасную вытащили. Да, скорее всего, так, чтобы она не потерялась. Хочу сразу сказать, что обработка металла довольно-таки хорошая, но вот клапан обработан очень плохо. Он весь уже зашорканный, зацарапанный, учитывая, что с него еще не курили, и он просто пахнет прям вот заводом, как будто его только выпустили. Да, это не тот запах, когда ты покупаешь новый MacBook, iPhone, здесь запах завода. А тебе, такому, знаете, слащавому пидорочку не понять, как пахнет завод. Поэтому с основанием мы разобрались. А, кстати, диффузор также 12 миллиметров, а есть дырка. Да, нормальная, чтобы табак вываливался и все остальное. Учитесь. Так, идем дальше. Есть силикон. Я его не открывал, потому что я не люблю распаковывать эти пакеты. Я курил со своего шланга, но с вот этого вот авиатора плохого. Так, здесь у нас софт-тач. Да, софт-тач покрытие, шланг стандартной длины. Кстати, ребят, помните, я как-то, ну не знаю, наверное, буду всех заебывать этой хуйней, в том, что на данный момент я не вижу вообще смысла покупать шланги софт-тач. Покупайте обычный силикон и не переплачивайте за это деньги. Потому что софт-тач у вас через 2-3 месяца сотрется, примерно, грубо говоря, да? И вы получите обычный силикон. То есть мы против аренды покрытия софт-тач, потому что вы как будто за аренду переплачиваете те же 200-300 рублей. Так, а, и как помните, да, я вам попросил сохранить впечатление о коннекторе, то есть под шланг, да? Для чего здесь вот это? Для чего? Непонятно. Это говорит о том, что шланг был сюда положен просто к покупной дешёвый китайский мундштук с коннектором, который, ну, стоит рублей 300, наверное, на тивасе. Есть блюдце. А, нет, ещё не последнее. Есть блюдце, довольно-таки хорошее, плотное. Обработано немного, не очень, потому что здесь такие вот зазубренные. Я думаю, если засунуть палец и всё это прокрутить, то ты останешься без своего пальца, я не знаю. Всё, собственно, в коробочке. И дальше у нас есть резиночка под шланг. И, собственно, два разных коннектора под чашку, чтобы, наверное, точно знать, что куда креплять. Так, погнали собирать. У нас есть колба. Кстати, колба шла с этим кальяном. Колба очень красивая. Я, скорее всего, воды просто не долил. Да, потом долил. Так, далее мы вкручиваем наше основание. Ну, бля, ребят, получается уже очень так-то красиво. Ну, не знаю, решать вам, красиво это не красиво. Но я скажу, что основание прикольное, необычное, не классическое, которое все сейчас воруют, да, друг у друга. Здесь такое прикольное, мне нравится, гармоничное. Так, резьба на коннекторе очень-очень прикольная такая, я не знаю, просто как это описать. Она прям скользит, скользит. Но она скользит, наверное, потому что она еще в масле. Да. Мы сейчас будем снимать целку с этого кальяна, да? Так. Ну-ка, еще я проверю. Воды вроде бы нормально, Налида. Так, у нас начались проблемы с клапаном. Он перестал работать. Скорее всего, он просто подлип. Ну-ка. А, все, работает. Да, шарик просто прилип, потому что, наверное, долго лежал. Бля, как это долго, да, ребят? Вы, наверное, заебались. Смотрите, как я пытаюсь вкрутить клапан здесь. И моя мелкая моторика рук меня очень сильно подводит. Так, все. Вуаля, ну-ка. В принципе, нормально. Курить с этого можно. Так, мы его вот сюда поставим. Так, у нас есть чашка. Есть коннектор. И, собственно, чашка давно уже прогрета. Ох, сейчас что будет. Сейчас просто так дыману. А на самом деле, я с него даже как-то курить не хочу, но он беспонтовый. Производителю желательно заменить вот эту штучку чем-нибудь поинтереснее. И почему кальян весь из нержи, а мундштук из какого-то сраного алюминия, который у меня сдохнет, наверное, через недельки-две. Только из-за этого я не могу кальян назвать чисто цельно нержавеющий. Да, в принципе, шланг довольно упругий, и вот эта резинка, она не нужна, но она не будет лишней в вашем комплекте. Как бы, потому что шланг вроде не перегибается. Ладно, давайте взрывать, и потом уже поговорим о его технических характеристиках и всему остальному. Я сейчас буду кашлять, и отвечаю, потому что чашка у меня, скорее всего, перегрелась. Да. Ооо, мы хапнули горе. Вы сейчас будете наблюдать, когда вы просто контролируете жар и пытаетесь все это прокурить. Хуёвая была идея забить чистым зубную пасту, блядь, от Дерксайда. Фу, ебать, это был сущий ад. Зубная паста просто, блядь, для дорвоты. Прошу прощения, чтобы вы увидели эти кадры. Мы раскурили, собственно, нашу зубную пасту. Я ее нормально так, через силу, блядь, прокурил. Я сейчас могу нормально курить и рассказать, как он, собственно, курится. Если примерно брать какую-то аналогию, то дым проходит через шахту, так, как будто, блядь, карандаш в стакане, да? Вы понимаете, о чем я? Очень легкая тяга, очень-очень легкая, учитывая, что 12 миллиметров, да, как бы, ну, хуево знает, откуда появляется эта тяга, но, блядь, она реально легкая-легкая. То есть, иваноподобная, да, назовем ее так. Ваня, привет. Так, идем дальше. Давайте уже посмотрим, что у нас здесь есть, этот коннектор, который охота выкинуть прям. Так, анакаля называется Вулкана Хука. А группа, то есть, будет в описании написано, сделано в России. Материал изготовления, то есть, все сделано из стали марки AISI 304, то есть, самое популярное. Но я не совсем уверен, что вообще все коля на AISI 304, которые есть в России, это именно высококачественная AISI 304. Скорее всего, что это подешевле. Так, высота шахты 50 сантиметров, длина верхней части шахты 24 сантиметра, длина погружной трубки 18 сантиметров, диаметр 12. Учитывая, что это Халил Мамуновский диаметр, откуда, блядь, такая тяга? Я понять не могу. Просто легкая-легкая. Так, ну, колбы, соответственно, под колбы здесь 24, а 45 миллиметров, то есть, на любую колбу залезет. Так, по ценам. Теперь самое интересное. Давайте разберемся по ценам. А в цене он дороговат. Да, я сейчас озвучу, но... По цене он дороговат. Стоит это 8,5 тысяч рублей без колбы. Плюс колбы, получается, ну, полторы штуки, хорошая колба, то есть, десятку этот кальян выходит. А уже, как бы, цена не совсем рекомендуется, конкурентоспособная, да? Но есть опт. От пяти штук семь семьсот, а десяти тысяч... От десяти тысяч штук... От десяти штук семь с половой, да? Также можно захуярить гравировочку любую. Это, как бы, все обговаривается. Также, ну, собственно, все. Комплектация шахта, блюдце, съемный диффузор, клапан продува, два шарика, кстати, да, один запасной. Коннектор для шланга. Шланг натягивается на порт. А нахуя здесь коннектор для шланга? Шланг с мультштуком. Пока не свой, в будущем планируется нержи. А-а-а! Я-то дурная голова же. Я, как обычный, блядь, типичный человек, да, выросший в СНГ, в СССРе. А вначале я все делаю, а потом только читаю, что мне прислали. Все. Вопросов нет. Да, это временный. Это временный. Так, погружная пружинка для шланга. Чашка, уплотнитель. Все в своем фирменном коробе. Короб довольно-таки интересный. Ренат Садеков, привет, блядь. Это ты, что ли? Ладно. Так, теперь мое личное впечатление об этом кальяне. Он дороговат для своей цены и для своего, как бы, ну, исполнения. Возможно, в дальнейшем его как-то доработают и будет все гораздо-гораздо круче. Выглядит он симпатично. Напишите, кстати, симпатично он или не симпатично выглядит. Или мерзковато, да? Блюдце хорошее. Толстое, хорошее блюдце. Кстати, чашка налезла без проблем, учитывая, что я юзаю неродную чашку, которая шла с этим кальяном. Ну, по крайней мере, ненадоевшая форма, то есть, как бы, ну, по крайней мере, не скопировали ту же вставочку в середине из другого материала, да, как любят сейчас это делать. Ну и, собственно, все остальное. Вкусопередача охуенная, кальян дымит тоже хорошо. Поэтому, собственно, кальян, как бы, ну, дороговатый. Ну, бля, Ренат, мой друг, он у меня курит, мы с ним общаемся. Кальян хорош. Хороший кальян, стоит своих денег, даже, наверное, чуть-чуть нужно подороже. Вот так вот, собственно, это Дава Дым, это кальян Вулкан Хука. Все ссылки на производителя оставим в описании. Также можно заказать любую форму, если у вас заказ будет большой. То есть, он, как подрядчик, вам сделает любую форму. Поэтому берегите своих шлюх-мазафакеры. Это Дава Дым, а кальян Вулкана. Всем пока, с Новым Годом!